Основой существования любой живой системы является управляемый обмен веществ, между такой системой и окружающей миром. Благодаря организации обмена веществ могут проявляться все свойства жизни. Способность к росту, способность к самовосстановлению, способность к размножению, способность к движению и так далее. Какие проявления не взяли, это все частное следствие управляемого обменом веществ. Классно. И мы в прошлый раз с вами разобрались со взаимоотношениями трех основных идеологических процессов, которые будут абсолютно в любой живой клетке, абсолютно в любом живом организме. Это процессы питания, дыхания и выделения. И тогда же, недельку назад, мы с вами сказали, что питание-то бывает в двухразовом. Бывает автотрухное питание, ну допустим у растений, да? И бывает гетеротропное, как у нас с вами. И вот из-за этого отничья сразу будет немедленно развиваться целое гигантское дерево последствий, летающихся. Берем, сравниваем два организма. Один автотрухный, второй гетеротропный. Ну автотрухный, это морковка. Она подсинтезирует. За счет корневых процессов вместе с водой получает некоторые минеральные соли. За счет фотосинтеза морковка построила сахар. А используя сахар в качестве топлива и стройматериала, с добавлением йомов, клетки морковки могут построить любую необходимую органику. То есть на самом деле, что ей нужно? Как любому растению всего четыре фактора. Необходимо R2O и CO2, это просто материал, из которого органикл будет строить. Необходима минеральная соля, а точнее минеральные пионы. И необходим свет в качестве источника энергии. Вот если выполнено эти четыре условия, то растение может существовать. Представление о том, что важна еще какая-то температура и так далее, слегка пьюлиночная. Скажите, в Подмосковье зимой минус 20 бывает? И ниже бывает. Классно. А деревья при этом мертвые? Нет. Нет. А елка при этом, мало того, что живая, она еще с хвоей, она еще синтезирует. Правда, крайне-крайне медленно. Так что температура не является таким уж непроходимым ограничением. Растение умеет приспосабливаться к отрицательным толщинам. Хорошо. Это растение. И вот здесь у нас будет гидротроп. Вот он гидротроп. Сам синтезировать органик не умеет. Из неорганика. Поэтому, допустим, питается он сникерсами. Вот так. Со временем, что будет с количеством сникерсов вокруг гидротропа? Уменьшается. Уменьшается он их съедает. Хорошо. Через некоторое время возникнет ситуация, когда следующей порции еды уже нет. Смотрим, грозит ли такая ситуация морковки? Ну а почему? Смотрите. СО2 из лодки потребляет? Потребляет. Значит, что с количеством СО2 вокруг морковки? Так. Почему не кончится СО2 вокруг морковки? Конкретное название конкретного физического процесса. Диффузия, конечно. Какое дыхание? Вокруг морковка использует СО2. Поэтому, что с концентрацией СО2 в ее районе? Используется газ? Так что, не понимаете, что при этом произойдет? Что с концентрацией сникерсов вокруг гидротропа нашего? Со временем. Уменьшается. Что с концентрацией СО2 вокруг морковки? Остается. Откуда? Уменьшается. Уменьшается СО2. Да нет, конечно, он уменьшается. Использует этот газ. Он уходит из атмосферы в клетке морковки. Там из него строится. Но в какую сторону всегда направлены диффузии? Ой-ой-ой, народ. Тем более я вижу, что половина из вас достаточно взрослые люди. У которых физика уже началась. И если вы не понимаете, что такое диффузия, то в биологии делать-то почти нечего. Биология – это не рассказы про травки и морковки. Это физика, химия и математика. Причем сложные формы. Да, прошу вас. Из области больше концентрация в области меньше. Разумеется. Вокруг морковки упала концентрация СО2. Что немедленно начнется в эту область и с всей атмосферы. А СО2 сам туда пойдет. Ровно то же самое будет с почвенной водой. Вокруг морковки. Морковка забрала часть воды, да? Разумеется, дефундирует. Разумеется, за счет кателярных сил подойдет. И поднесет с собой минеральную соль. Вот в этом режиме надо куда-то ходить или не надо? Не надо. Нет. Все необходимые факторы сами концентрируются в район живого организма. Да? Просто так устроены наши планеты Земля. Хорошо. Дыкнем гетертрофа. Он съел все сникерсы вокруг себя. Сидит и ждет, когда к нему дефундирует следующий сникерс. Сколько ждать будет? Вечно. Все, оставшуюся не очень долгую жизнь. Потому что диффузия – это процесс, который происходит с молекулами. А крупные тела дефундировать, разумеется, никуда не могут. Поэтому, как же вот гетертрофа? Вот так к трофам двигаться не надо. Да? А гетертрофам приходится тратить гигантское количество энергии на перемещение в мире. Так перемещаться они вынуждены, потому что сама гетертрофа не придет. Ну и теперь. Какая еще система разогрется? Вот та система, которой автодроф не бывает. Но как только возникло перемещение в окружающем мире, тут же появилась еще одна необходимость. А полная двигательная? Ну так с тем перемещением, это и есть как полная двигательная. Но как только она возникла, какую еще необходимость ставить? Нервная. Да нервная, конечно, нервная органа чувств. То есть, если вы научились двигаться и не понимаете, куда вы двигаетесь, вы знаете, куда себя задвинете? Что потом не выдвинете. Значит. Итак, как только появляется подражность в мире, тут же заказ на формирование нервных систем и органов чувств. Классно. А теперь дальше. Вообще-то любая предка на поддержание своей жизни тратит энергию. Получает она ее, сжигая сахар. А как по-вашему, какой конкретно процесс, самый энергозаправленный из всех-всех процессов, которые могут происходить в его и веществе? Прошу. Смотрение не окончает? Нет. Нервная система тратит энергию, но не самым расточительным образом. Самый расточительный процесс один у всех. Движение. Которое приводит к сокращению мышечных элементов, тропомиозин, который приводит к движению внутриклеточных органоидов и так далее. Вот этот процесс требует просто море энергии. Вы знаете, что? Поэтому животные вынуждены получать не просто еду, а много еды. С растениями не сравнимо. Растениям не надо тратить столько энергии на движение. А все животные движутся. Кстати, кроме вот такого магистрального пути развития животных, движемся в мире. Есть еще один, который не становится магистральным. Мы не перемещаемся в мире, а перемещаем мир сквозь себя. Сели на месте. Вот так. Сели. Так же, как и автотрук. Вот у нас примерно такой же, другой, это тоже гетерпрофный. Он взял прирост к камню, но поставил во рту у себя вентилятор. Вентилятор работает и всасывает поток внешней среды, тела. А за вентилятором поставил фильтр. Все то, что принес этот поток, на фильтре осетать будет? Да. А как? А время от времени он с фильтром делает вот так. И куда все частицы деваются? В жопу. Здравствуй, завтрак. Значит, такой способ существования называется фильтратор. Способ питания фильтратора. Известные вам фильтраторы. Ну, есть вот такие пассивные фильтраторы, которые проросли и сидят. Губка, разумеется. Двусторчатые маршистики не все многие. Значит, есть двусторки, которые вполне передвигаются. А вот устрицы, миди, они неподвижны серии фильтруют. Но есть вполне активно плавающие фильтраторы, которые подфильтровали в одном месте. Киты, пусатые киты, разумеется. Гигантские и китовые акумы. Гигантские скаты, манты. Они все питаются плантоном, по сути дела, за счет фильтрации. Создавая поток жидкости, из которого амфитропы съедобная прогнета. Хорошо, вот это мы с вами ввели дополнительные системы, которые растениям не надо, а у животных обязательно будут. Опорно-двигательная, нервная. Ну и усложнение пищеварительной системы многократное. У растений питание есть, а пищеварение-то нет. Ну и после такой вводной можно переходить, собственно, к теме нашего сегодняшнего занятия. А сформулирована она была таким образом. Значит, кто на свете бессердечный. Продолжение следует...